Итак, друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в Нью-Йорке, и я хотел бы рассказать кое-что о Нью-Йорке, где останавливаться, сколько жилье будет стоить, как сэкономить на еде, и по ходу действия буду что-то показывать, рассказывать, потому что в Нью-Йорке я в свое время прожил очень-очень долго. Сейчас мы стоим на ресторан Road, то есть это West 46-я стрит, но и она же называется ресторан Road, 9-я авеню. И мы начнем двигаться с вами вот по этой улице и дойдем до Times Square, вот, собственно, одно из популярнейших мест в Соединенных Штатах Америки. Почему вообще данный район называется Hell's Kitchen или Адской кухня? Как раз потому, что вот эта ресторанная улица стала очень ресторанной и очень оживленной еще очень давно. То есть, соответственно, да, вот Hell's Kitchen, вот этот район, который называется Hell's Kitchen, он стал называться вот именно с этой улицы. 46-я стрит или ресторан Road. Сейчас мы идем и мы видим очень-очень много ресторанов вдоль этой улицы. Что хотелось бы немножечко вам посоветовать и сказать. Вообще в Нью-Йорке еда дорогая и некачественная. Но вот если мы будем брать какой-то средний класс, не дорогие какие-то рестораны, а именно вот какой-то средней руки ресторан, который больше всего здесь в Нью-Йорке. Так вот, я советую вам посещать тайские рестораны и японские рестораны. Потому что, допустим, когда вы придете вот в какой-то японский ресторан, вы сможете заказать бента бокс. А бента бокс уже будет, вот смотрите, вот допустим, да, то есть вот такой какой-то комбинейшн, да, компьютерный динер. Здесь будет и супчик, и рис, и мясцо, и какие-нибудь роллы. То есть, соответственно, будет стоить, как вы видите, да, там три блюда, как правило, плюс суп 24.95, но это 25 долларов. Вот. Ну вот и вы видите, какие, в принципе, цены, как это все выглядит. То есть и бента бокс, бента бокс, то, что в японском ресторане, он будет дешевле. Единственное, вам надо заходить и спрашивать, есть ли у вас бента бокс. Бента бокс обычно включается на выбор либо салман, но это будет уже дороже, либо это будет курица, будет дешевле. Да, говядина может быть, свинина может быть, то есть это комбинейшн, то есть комбинация из каких-то блюд. И в этом плане вы сэкономите, потому что, потому что получается такая вещь, что человек наедается разнообразием вкуса, а не количеством еды. Конечно, вот есть два вида, как можно насытить себя. Можно насытить себя огромным количеством какой-то еды, однообразной, либо разнообразием вкуса. Поэтому в бента бокс там разные вкусовые, так скажем, ингредиенты, и, соответственно, вы можете почувствовать, так скажем, себя сытым. И в то же время это будет качественная еда. Вот такой небольшой вам совет. Еще хотелось бы, вот как вы видите, мы идем с вами, и люди идут прямо на нас, они не обращают внимания. Людей очень много. Вот. И Нью-Йорк, он сам по себе как бы один из агрессивных городов с агрессивным движением, с большими пробками, с большими проблемами в этом плане, с агрессивными людьми. И вот именно эти районы там, Вест Виллэдж, Соха, Челси, Хеллс Китчен, вы здесь будете прямо ощущать, насколько все заточено на то, чтобы с вас брать какие-то деньги. То есть деньги, 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 деньги. То есть все здесь настроено, работает на то, чтобы забрать как можно больше денег, и как можно быстрее вас выкинуть. Ну, если кто-то вдруг считает, что Нью-Йорк – это некое лицо, а не он, давай, 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 давай. Все остальное в США, это абсолютно другая страна, и другая страна, в Нью-Йорке, в принципе, такой айти. Да. То есть, соответственно, вообще он больше как-то похож на азиатские какие-то огромные города, на какой-то азиатский огромный город. И еще хотел бы вас предупредить, что кто решит здесь Новый год справлять, это плохая идея, бэда идея, как они говорят. Потому что будет холодно, грязно. В принципе, вы сходите на Рокфеллерскую елку, там будет куча народу, в основном туристов, давка на каток, вы на этот не попадете, вот видите. Вот. То есть, соответственно, ничего хорошего в этом нет. Украшается на Рождество и Новый год на самом деле только небольшая часть Манхэттена. В самом низу и вверху не украшено ничего, и сами нью-йоркеры предпочитают выезжать на праздники. Ну, а, соответственно, вот эта Таймс-Куэя, она закрывается очень рано, и люди по 5-6 часов на морозе ждут потом вот этого события, когда там часы спускаются, этот шар спускается, ну и все остальное, то, что вы можете увидеть там, как это все происходит, но это все на диком холоде. Если вы придете там в 11 часов вечера, вас полиция уже туда не запустит, и даже ни в 11, ни в 9, ни в 10 все будет закрыто. В этой закрытой площади такое впечатление, что война началась, потому что кругом полицейские кордоны никого никуда не пускают, и уже ничего праздничного в этой атмосфере нет даже близко. Мы пробовали походить вокруг да около, так сказать, Новый год почувствовать, и решили, что у нас дома было намного более по новогоднему. Ну и еще хочу заметить, что если вы решите попасть на какие-то бродвейские мюзиклы, определенные, вот как вот вы видите, вывески там, определенные выступления, билеты нужно покупать очень-очень заранее, очень заранее. Вот так, что вы приехали в Нью-Йорк и сказали, «О, а я решил пойти на бродвейский мюзикл, вы не попадете». Ну или, скорее всего, попадете на самые непопулярные и, соответственно, на самые отстойные. Да, это не как в Лас-Вегасе, когда вы там захотели в цирк Дю Салей попасть на шоу, вы попали. В любой момент купили билеты и вы попали. Ну вот, собственно, мы подходим к Тайм-Сквею. Как вы видите, давка, толкучка, куча людей. Все ведут себя достаточно агрессивно в этом плане. И это не похоже вообще ни на один из городов Соединенных Штатов Америки. Людей масса, тьма просто. Вот, и как вы видите, вот рикши такие на велосипедах. То есть, по-моему, мы нигде больше этого не видели. В Сан-Францессо, может быть, что-то такое было, да? Что вот как на велосипедах рикши. Ну, в основном это в Азии опять. Вот, смотрите, идут люди и человек вот толкает прямо на людей. В центре, да. То есть, и вот она, значит, Тайм-Сквея. Так она выглядит. Анимация, вот те люди, которые в костюмах, они везде, в принципе, и в Лос-Анджелесе, и здесь, они достаточно агрессивные. Поэтому, если, допустим, вы кого-то даже фотографируете, и кто-то попадает в кадр, вот человек в костюме, так скажем, он может на вас как-то агрессивно среагировать в этом плане. Потому что они, ну, понятно, они стоят-стоят в этих костюмах, вы ходите там, их фотографируете, деньги не даете. Естественно, можно как бы и столкнуться с некой агрессией в этом плане. Вот вы видите, площадь вся запружена людьми, очень все активно так кипит, дышит вот красный автобус туристический, который возит, показывает туристам Нью-Йорк достопримечательности и так далее. Меня спрашивали очень часто, нравится ли мне Нью-Йорк. Вы знаете, как некий такой аттракцион, да, на какое-то короткое время приехать и уехать, да, жить здесь нет. Потому что, в принципе, Нью-Йоркский стиль, он, это как фабрика, это как завод. Потому что люди, которые здесь живут, они сталкиваются с таким дискомфортом в своей жизни, что ни один город в Соединенных Штатах, конечно, не имеет таких иногда нечеловеческих условий. И люди, в принципе, когда сюда приезжают, казалось бы, там, воспитанные, все начинают толкаться, начинают как-то агрессивно вести себя. Кстати, чтобы выдерживать весь этот прессинг Нью-Йоркской жизни, здесь очень распространены взбудораживающие наркотики, не расслабляющие, а наоборот. Что еще хотелось сказать от себя, в принципе, по поводу того, что... Сейчас, секундочку. Мы как-то можем перебить... Нет, так, вот так вот. Что я заметил в своей жизни, когда я здесь жил, что нью-йоркерцы, они воспринимают Манхэттен как, ну, как большую-большую квартиру. Ну, что я имею в виду? То, что для нью-йоркерца вот идти-идти, где-то сесть, покушать на каких-то ступеньках, на какой-то платформе, это нормально. Соответственно, стиль вот Нью-Йорка, как бы тех людей, которые здесь живут, даже вот одежды, это Нью-Йорк стайл, это когда люди одеваются в такую, как вот одежду, похожую на робу. Вот какие-то серые такие цвета, серые куртки, шапки, вот что-то в таком духе. Сейчас мы, конечно, находимся в туристической зоне, где полным-полно туристов, но вот Нью-Йоркский стиль одежды, он серый, он фабричный такой, подчеркнутый. И Нью-Йоркский стиль жизни, это жизнь на улице в большинстве своего, потому что апартменты, то есть квартиры, так скажем, они очень-очень маленькие, очень неудобные. И это самый курящий город Соединенных Штатов Америки, потому что ни в одном городе не курят так, как курят здесь. То есть вы знаете, я живу периодически в других городах, и я знаю, о чем я говорю, то есть нету больше ни одного города в Соединенных Штатах, чтобы так курили, чтобы настолько вот кругом дымили. То есть это единственный такой вот город. Почему? Потому что очень много эмигрантов из Азии, из Индии, а это курящие из России, это курящие страны, это традиции кури, вот так скажем. И вот я хотел бы заострить внимание вот на этой стройке и огромном констракшене, потому что на самом-то деле это и есть настоящее лицо Нью-Йорка, потому что куда ни посмотришь, обязательно есть вот такое вот нечто, где загорожены абсолютно все пути, все подводы и так далее. Встречаешься этим, ну, оказываешься. Ну, то есть, соответственно, понимаете, все в лесах, дома здесь очень-очень старые, они очень старые, все ремонтируется, все сыпется, подсыпается. Ну, как вы видите, все, в принципе, имеет некую разнообразие. То есть, мозг радуется постоянно, есть за что зацепиться своим вот впечатлением. То есть, для мозга любого человека очень прикольно, когда картинка постоянно меняется. И в этом плане, когда вы приезжаете как турист сюда, понятно, что вы получаете некий отрыв именно своих впечатлений для своего мозга, потому что постоянно что-то меняется. Там один архитектурный стиль, там другой архитектурный стиль, здесь так, здесь так, и сбоку бантик. В общем, в этом плане, друзья, конечно, это некий такой большой аттракцион, город-аттракцион. И есть, что посмотреть, это действительно интересно, это действительно любопытно. Вот. Люди радуются. И еще хотелось сказать, я помню, как там приехал из Москвы, и первый мой город в США, в Соединенных Штатах Америки, это был Нью-Йорк, и я подумал, господи, какой здесь чистый воздух. Сейчас, когда я уже прожил в других городах, в Соединенных Штатах, там, допустим, в Вашингтоне намного чище, и ты уже понимаешь, что то, что Москва там, насколько она загазована, и что воздух здесь тоже, как бы, не очень чистый. Но получается, вот видите, как бы, что все познается в сравнении. Ну вот, пока на этом все. Ждите дальше наших путешествий, наших впечатлений. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, которая называется «Скрепучая дверь». Ищите группу ВКонтакте обязательно, там очень много информации по ценам на апартменты и так далее. А сейчас будет выходить серия роликов из Нью-Йорка, в которых я покажу квартиры, сколько они стоят, как арендовывать правильно квартиру, в каких районах и так далее, и так далее, какие-то свои впечатления. А вот все ждут фильм. И я жду тоже. «Вордкрафт». Ну, в общем, такая небольшая реклама, за которую не заплатили. Ну, в общем, все, друзья. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и ждите продолжения. До свидания.